Что Ирина настоящий специалист по дизайну интерьеров. Мало кто знает, что другая Ирина, Салтыкова, также является настоящим профессионалом в области дизайна. Она создает модную одежду. Сегодня в новой рубрике популярная певица раскроет некоторые секреты, которые помогут вам выбрать нужный курс в бескрайнем море моды и безупречно выглядеть этой весной. Из моды никогда не уходила такая ткань, как шифон. Шифон очень легкий, воздушный. И будет модно шифоновая юбка, например, с кожаным пиджаком или шифоновая юбка с блузкой из камней. Это такой вечер получается. А если шифоновая юбка и какой-то трикотажный верх, то это получается можно и на каждый день. В этом сезоне в моде удлиненные юбки всевозможных оттенков и фактур. Вот, например, такая шифоновая юбка. Здесь 5 метров ткани. Да, казалось бы, что... Ну вот, она такая, очень много ткани, поэтому, когда она в таком виде, она не очень прозрачная. Но в движениях видно немножко ноги. Вот такая же шифоновая, только белая юбка. Вот, я вам сейчас покажу, что ее можно одеть с кашемировой кофтой, например, да? Ну, опять же, с этой, к примеру. Можно одеть с более яркой. К такому наряду подойдут изящные туфли. Ранней весной Ирина советует носить практичную обувь. Я считаю, что ботильоны очень удачный вариант. Это и под платье, и под брюки, и под шорты, и всегда красивая нога. Если хочется сделать вид сапог, то можно одевать гольф до колена или выше колена. И замечательно. Поэтому ботильоны – это выход из положения в наших климатических условиях. Пора определиться с цветом одежды. Ирина советует в этом сезоне отдать предпочтение оранжевому, голубому, зеленому и розовому. А сколько цветов можно сочетать в одном образе? Три цвета – это классика, это возможно. И это даже нормально. Но сейчас есть такие красивые принты, что там могут присутствовать масса цветов. Но это принт, и это тоже красиво. Ирина уверена, выглядеть модно и женственно можно в любую погоду. Чтобы женщина чувствовала себя нежной, парящей, счастливой, улыбающейся. Мне кажется, одежда, она дает вот это настроение. Поэтому, когда человек светлый, он все-таки надеется на что-то хорошее. И тогда хорошее ему идет прямо в руки. Сосо, можете назвать дату, когда вы встретили первый раз Ирину? Нет, дату так точно не могу сказаться. Ей тогда было 16 лет. Да, я очень хотела спеть песню Сосо, занимаясь в театральной студии. И никак не могла найти его диск. И так получилось, что там через кого-то договорилась, что мне передадут эту песню. Тот, кто пообещал мне достать диск Сосо, он не смог в тот день его забрать и сказал, «Заходи, сама забери». Вот, я пришла на студию к Сосо. Я представляю, как это смешно все выглядело. Мне тогда было 16 лет. Со всеми вытекающими подростковыми последствиями. Вот такие платформы на ногах, там что-то на голове, какие-то там все цвета и формы. И когда Сосо увидел меня, наверное, он очень сильно удивился вообще, что это было. Ну, вот так мы и познакомились. И где-то только спустя, наверное, год Сосо узнал, что я тоже пою, танцую. Позвал меня в свой коллектив работать. То есть у нас так все было очень постепенно, постепенно. Как первый раз он признался в любви? Это было на студии, когда я собиралась уже уходить. Я помню, он одевал на меня пальто и так меня обнял и сказал, я тебя люблю. А долго он выдержал? Потому что он уже горячий мужчина должен был увидеть через месяц. Долго, конечно, долго. Ну, я думаю, что, наверное, ближе к 19 годам вот так где-то. Три года выдерживаю, выращиваю вас. А чем она нас покорила и продолжает покорять каждый день? Свою преданность. Ну, я сейчас о ее красоте не буду говорить. Это мы все видим, все знают. Это я природа сделала уже. Но своей преданностью, своей мудростью и своей архи-женственностью, в котором заложены все эти понимания. И преданность, и мудрость, и сила семьи. И это не только ты. Это вообще позвоночник всему. Он привил мне вот эту женственность. Ну, может быть, во мне это где-то и сидело, конечно. Но просто 16 лет еще не проявилось, не успело. Он спустил меня с этих платформ, наконец-то, на землю. И научил меня относиться к себе, и именно в первую очередь, вот как к женственной, нежной девушке. А помните, как предложение делали? Знаете, мессивочки даже не расписаны. Не расписаны, потому что особо это и не требуется в наших отношениях. У нас есть гаранта своей любви к друг другу и надежности. И даже об этом даже и не думал. Я сейчас говорю слова, о которых я даже не думал. И она так же. Ну, вы знаете, у меня вообще такое отношение к этим всем штампам в паспорте совершенно. Мне кажется, что это не удержит никого, кто не захочет быть вместе. Точно так же, как и дети никогда не удержат двух людей, если они захотят разбежаться. Ну, я не знаю, у меня такое отношение как к чисто формальному просто. И Ирина подарила вам двух дочерей. Вот интересно, ей не страшно, что вся ваша любовь, которая была посвящена только Ирине, вдруг же надо распределить еще на двух маленьких принцесс. Вот как вы распределяете себя между тремя любимыми женщинами? Я купаюсь в этом. Я не распределяю, я не делю, я же не кусок колбасы. Им всем достается от нас. Им всем достается, и мне от них всех достается. Вам-то понятно, что больше всех повезло. У меня еще есть и Дливанчик мой сын, поэтому... Я счастливый человек. А вот Дливана вы воспитывали в одном ключе, да? Вы были, может быть, меньше опыта и моложе. А сейчас девочки появились. Меняются с годами отношения к воспитанию детей? Ну, Дливан все же мальчик, сейчас уже мужчина. А девочки все же есть девочки. И я, и Дливан всегда их балуем. Но когда что-то не то, мы всегда говорим, что это не то, это нельзя. Конечно, папа балует деток, естественно. Мама это такое, иногда бывает чудовище, которое всех заставляет одеваться, кушать, убираться. Но вот этот вот стержень за своего энергетика, она вот перетекла именно в такое вот русло, что все вот ходят по струнке, и всем от этого хорошо, самое главное. И все друг к другу относятся с огромным уважением, и дети чувствуют вот эту вот грань, которую нельзя переступать. Вы сейчас купаетесь в их любви, в любви к дочерей. А ну когда-то же эта любовь должна будет перейти на других мужчин. Как вы будете влиять на выбор женихов для дочерей? Это трудно, я смотрю, что у вас такой блеск сразу появился у глаза. Но вот как отдать другому мужчину? Что я вам сделал такого плохого, что вы сейчас делаете мне больно? У меня тоже подрастает дочь, и я, конечно, волнуюсь на эту тему. Но вы не можете быть отцом, поэтому меня никогда не поймете. Вы его спрашивали? Я его спросила, он говорит, зачем вы меня сейчас расстроили? Бедный, тяжело, ему, конечно, тяжело. Конечно, тяжело, он уже не представляет, он просто даже, как только они родились, я помню, в роддоме, он вот так вот держит этот маленький кулетик какой-то опухший, непонятного фиолетового цвета. Говорит, боже мой, ну неужели когда-нибудь вот она выйдет замуж, и как я это переживу? Ну, в общем, просто так. Едет нормально, папа, да. Я его понимаю. У вас замечательная семья, вам очень повезло с Ириной. Это же не все, есть же еще какие-то увлечения, хобби. Что вас греет? Меня греет хороший футбол. Ну, вы сами играете? К сожалению, сейчас нет. Раньше я играл, и очень много играл. Потом после аварии у меня немножко... Получил травму, там, позвоночник, там, так, немножко было. Сейчас я плаваю, хожу, это я очень люблю, там, бани, там, для меня вообще русская баня, это все, это... Спасение, да? Ну, вообще кайф. А футбол, для меня это было и есть, это вдохновение. Ира даже примирилась. Не пристрастилась, но примирилась к тому, что, ну, надо это все терпеть, потому что я без этого не могу. А относительно введения хозяйства, ну, дизайн, понятно, что это ваш, а вообще вот дома управляет кто? Сосу или он все-таки вам доверился? Ну, дома, конечно, хозяйки мы и девочки. Я, Лиза, Сандра нам помогает. Лиза обожает тоже раскатывать тесто, принимать участие в готовке обеда. И она сама этим наслаждается. Там, папуля приходит, например, уставши с концерта, Лиза уложит его на диван, укроет пледиком. То есть вот у нас такое разделение труда. Ирина, а можете поделиться с нами, с нашими зрителями, каким-нибудь хорошим рецептом? Замечательный рецепт. Берешь хорошее настроение и голод, главное голод. Готовить надо всегда голодным, да. И некоторые ингредиенты, о которых я с вами поделюсь после того, как мы пройдем на кухню.